Ограбление не по-джентльменски. В течение трех лет белорусы похищали деньги у американцев. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более полумиллиона рублей. На чем строилась преступная схема? В Бобруйске обнаружили крупную партию спирта. Более пяти тонн спирта, содержащей жидкости, изъято. Где мужчины хранили заначку? Горячий привет от печки. Инспекторы МЧС отправились в профилактический рейд по частному сектору. Получалось, угорал. Просто привык дровами топиться, а одно время топился брикетом. Какие нарушения обнаружили? Четыре миллиона долларов в кармане аферистов. В Беларуси возбуждено почти 600 уголовных дел о телефонных мошенничествах. Все курьеры осведомлены о криминальном характере своей деятельности. Кто чаще всего попадает на удочку? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Режим активной профилактики. С наступлением холодов вновь начались печные пожары. И как показывают проверки, в подавляющем большинстве причина возгораний – незнание правил эксплуатации отопительного оборудования. Инспекторы МЧС отправились по домам в частном секторе. Татьяна Горбач продолжит. 24 сентября под Бобруйском в поселке Доманово произошел пожар. Полыхало бани. Спасатели оперативно укротили пламя. К счастью, обошлось без жертв. Причиной едва не случившейся трагедии стала печь. Такие происшествия не редкость. Количество возгорания растет с приходом холодов. Домовладельцы часто нарушают правила эксплуатации обогревательного оборудования. Сотрудники МЧС начинают сезонные рейды. Здравствуйте. Вот БМЧС. Профилактическая работа. Время топительного периода. Можно проведется? Да. Супружеская пара радушно встречает инспектора. В доме уютно, чисто и тепло. Аккуратная печка исправно делает свое дело. Все трещины заделаны, притопочный лист в порядке. Сотрудник МЧС напоминает правила эксплуатации отопительного оборудования. Важно его не перекаливать, так как нагреваются находящиеся поблизости строительные конструкции. В частном секторе они, как правило, деревянные. Топить печь нужно без фанатизма. В сильные холода лучше не пытаться обогреть жилище за один раз, а сделать это в несколько заходов. Соблюдение несложных правил поможет получить желаемое тепло без угрозы для жизни и здоровья. На особом контроле многодетные, одинокопроживающие и люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Инспектор заходит в дом по улице Крестьянской. Хозяин нигде не работает, кровь делит сожительницей. В доме две печки. Одна исправна, а вот с другой проблемой, как говорится, налицо. Повсюду трещины. Притопочный лист, как и положено, 50 на 70 сантиметров, но не закреплен. Рядом с топкой опасно лежит коврик. А ведь мужчина из-за своей беспечности уже был на волосок от смерти. Сотрудник МЧС заходит в дом к пожилой паре. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится на те дома, где проживают престарелые люди. И виной тому не всегда плохое отопительное оборудование. Стариков просто подводят память и зрение. С печкой здесь все в порядке. А вот пожарный извещатель без батареек лежит в шкафу. Инспектор объясняет, чем это чревато. Паренька памятников дана безопасности. В том числе здесь есть большой номер пожарной службы. Налезно положить возле телефона. В доме молодой женщины инспектор проводит противопожарный инструктаж. Чтобы не допустить беды, необходимо своевременно очищать печь и дымоходы от золы и шлаков. Не реже одного раза в три месяца. Запрещается использовать для розжига легко воспламеняющиеся жидкости. И, конечно, нельзя доверять топку печей малолетним детям. Весь отопительный период спасатели усиленно работают над безопасностью в жилом фонде. Поэтому инспекторы МЧС регулярно проводят пожарно-профилактическую работу. Общаются с гражданами. Проводят, скажем так, обследование теплогенерирующих аппаратов, печей. Для того, чтобы показать людям на какие-то существующие ошибки, если таковые имеются. Потому что важно, чтобы тепло было действительно безопасным. Частный сектор всегда в зоне повышенного риска. Только с начала года в Бобруйске и районе произошло 13 печных пожаров. К слову, в прошлом году их было на порядок больше – 21. Но отопительный сезон только начинается. Есть время подготовиться к зиме. Проще предупредить опасность. Ведь лучшая практика – профилактика. Иллюзия обмана. Пятеро белорусов в течение трех лет похищали деньги у американцев. Четверо мужчин и девушка получали на теневых ресурсах реквизиты банковских счетов. Кардеры приобретали дорогие товары на зарубежных интернет-площадках. Затем отправляли их на арендованные склады на территории США. Деньги с проданных вещей махинаторы делили между собой. В январе этого года в Испании в рамках совместной работы задержали одного из фигурантов. Все они граждане Республики Беларусь в возрасте от 32 до 36 лет. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более полумиллиона рублей. В ходе досудебного производства обвиняемые добровольно частично возместили ущерб на сумму более 200 тысяч белорусских рублей. Расследование завершено. Материалы переданы в прокуратуру. В ходе расследования правоохранители выяснили подробности и о других подобных махинациях. По ним будут работать отдельно. Совесть в обмен на деньги в Беларуси раскрывают 80% телефонных мошенничеств. Под предлогом оказания помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, аферисты выманили уже более 4 миллионов долларов у пенсионеров. Пик преступной активности пришелся на май-июнь этого года. На удочку чаще всего попадаются женщины 60+. А вот курьеры – молодые люди без определенного рода занятий. Самому младшему из них 15, старшему – 56. Все курьеры осведомлены о криминальном характере своей деятельности. За работу получают от 5 до 15% от суммы. После задержания, как правило, оказывают содействие правоохранительным органам. Напоминаю, что за подобные действия уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. Нередко курьеры успевают перевести деньги организаторам. Все потому, что потерпевшие обращаются в милицию только спустя некоторое время. Сейчас возбуждено почти 600 уголовных дел, телефонных мошенничеств. В 463 случаях подозреваемые установлены. В мгновение ока в Бобруйский мотоциклист столкнулся с МАЗом. Авария произошла на минувшей неделе на Днепровской флотилии. 33-летний местный житель не справился с управлением и упал на проезжую часть. Байк врезался в движущийся. Впереди грузовик и загорелся. Сам водитель ударился при паркованной автомобиле. Его госпитализировали с множеством травм. ГАИ призывают быть более осторожными и внимательными при неблагоприятных погодных условиях. К слову, 22 сентября вступили в силу изменения в ПДД. Новации призваны сделать дороги страны еще более безопасными. Место встречи изменить нельзя. Или роковая улица в Бобруйске снова на Днепровской флотилии пострадал мотоциклист. Авария случилась в воскресенье в районе седьмого дома. 18-летний парень на вазе поворачивал налево и не уступил дорогу байку, который ехал по встречке. 34-летнего мужчину госпитализировали. К слову, водитель авто права получил всего три месяца назад. Удар по кошельку и нервом в Бобруйске столкнулись две иномарки. Хёнде двигалась по Крылово. В это время Фиат поворачивал на Шевченко. Как итог, у корейца разбитые передние фары смят капот. Куда серьезнее пострадал итальянец. У автомобиля с корнем вырвано колесо. Госавтоинспекция проводит проверку. Просто неожиданно, когда сработали подушки безопасности, когда это всё тебе в лицо и дымовая машина вся в дыму, конечно, не очень приятно. Встрадали? Ну, есть немного. Зачастую причину аварий становится пренебрежение ПДД. В Могилёвской области за прошедшие выходные зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Зафиксировано больше тысячи нарушений правил дорожного движения. Задержано 12 нетрезвых водителей и 29 бесправников. Огненная вода. В Бобруйске изъяли крупную партию спирта. Правоохранители задержали фуру. Внутри находился тайник, где хранилось 700 канистр с жидкостью общим объемом 3,5 тысячи литров. Также у одного из местных жителей обнаружено 600 литров пьянящего вещества. Его хозяин прятал в грузовике, который стоял во дворе дома. В общей сложности более пяти тонн спирта, содержащей жидкости, изъято. По обоим фактам проводится проверка. Товар отправлен на экспертизу. Специалисты напоминают употребление спирта неизвестного происхождения. Может быть смертельно опасно. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!